Лего неожиданно представили тот самый неизвестный истребитель по книге Боба Фетта. Это оказался новый звездный корабль Мандалорца, а конкретно модифицированная версия истребителя Набу Н1. Количество деталей 411, дата выхода 1 мая и примерно цена 6-7 тысяч рублей. И набор, наверное, получится также неоднозначным для фанатов. Но давайте разберемся. Начнем с цветовой гаммы. И тут она верно передана. Это, конечно, не драгоценный цвет металлика, но металлический серый с элементами желтого цвета, старой краски смотрятся весьма гармонично. Достаточно интересное исполнение фюзеляжа истребителя. Да, он выглядит весьма дыряво, но оригинал был неполноценно закрытым. Очень реалистично были переданы все гладкие и иглообразные формы истребителя, особенно окончание его удлиненного хвоста. Субсветовые двигатели немного другой формы, но они очень хорошо детализированы. В кабине также было уделено внимание. Помимо необычного кресла, очень радует принт панели приборов истребителя, на которой видна та самая кнопка ускорения. Имеется небольшой газовой отсек для аксессуаров. Мини-фигурки. Вот тут плюсы и минусы. Нас снова встречает Мандалорец и Грогу. Видимо, компания Лего в погоне за кучу денег готова ссувать его везде. Нам не изменили шлем, а можно было, добавили темный меч и джетпак. Но, кажется, изменили немного цветовую гамму. И что я заметил, что под шлемом нет черная голова. Либо черный поменяли на коричневый, либо там лицо в балаклаве. И новые мини-фигурки. Это Пэла Мото, женщина-механик с планеты Тутоин. Фигурка отличная, но можно было докинуть принты и на ноги. И дроид BD1. Думаю, такая же версия дроида нас ждет в большом сборном наборе из BD1. А может и сет попавшему ордену. В общем, если у вас еще нет фигурки Мандо и Грогу, этим набором можно убить сразу двух зайцев. По итогу вам скажу, как по мне, набор достаточно хороший. Мне лично понравился его внешний вид, да и парочка новых фигурок будут не лишними. Будем ждать его в продаже. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте.